Трагедия в центре Парижа. Люди в масках. Стрельба 12 жертв. Чей гнев на свою голову вызвали французские сатирики. Подробнее Елена Зорина. Вместо привычной планерки по средам визит вооруженных людей в масках. Так началось утро в редакции сатирического еженедельника Шарли Эбдо. Нападавшие открыли огонь в результате 12 погибших. Среди них главный редактор, ведущий карикатуристы, журналисты и двое полицейских. Еще по меньшей мере 8 человек получили ранения. Нескольким работникам удалось спрятаться на крыше. И это спасло им жизнь. По словам очевидцев, люди с оружием кричали «Алла Хагба». После на улице нападавшие расстреляли полицейские патрули. Скрылись на автомобиле. Они уехали в направлении Пор-де-Понтино. Ставили свою машину и пересели в другую. Наши коллеги сейчас ищут их. Проверяют все камеры наблюдения в окрестностях. Это очень серьезная операция, потому что террористы вооружены и опасны. Без погони и спецназа вряд ли обойдется. По одной из версий, причиной нападения мог стать свежий номер журнала. Там были опубликованы прогнозы о том, что уже через 7 лет во Франции будет президент-исламист. И то, что вместо Пасхи будут отмечать Рамадан. Шарли Эбдо известен своей сатирой в отношении исламского экстремизма. В 2006-м именно это издание опубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда. И наряду с датскими СМИ оказалось в центре карикатурного скандала. В 2011-м редакцию журнала поджигали. А в одном из последних твитов издания было вот это изображение лидера террористической организации «Исламское государство». На месте трагедии побывал президент Франсуа Лан. Мы действуем по антитеррористическому плану и будем пытаться обеспечить безопасность граждан. Мы также ищем виновных. Эта операция продолжится до тех пор, пока убийцы не будут арестованы и не предстанут перед судом. Франция сегодня переживает настоящий шок. Шок от атаки террористов. В Париже объявлен высший уровень террористической угрозы. Под охрану взяты редакции СМИ. А детей из школ отпустили домой. Теракт уже осудили мировые лидеры. Среди них канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Европарламента Мартин Шульс и другие. А в социальных сетях появляются вот такие картинки в поддержку журналистов расстрелянного издания. Елена Зорина. Подробности телеканал Интер.